Всем бонжур! Меня зовут Полина, с вами Читалочка, и да, наконец-то видео, связанное с книжными полками. Пожалуй, с самого начала существования моего канала, один из самых часто задаваемых вопросов, запросов, Полина, покажи и расскажи про свои книжные полки. Но есть один небольшой подвох. Все книги, которые вы так или иначе видите в роликах позади меня, они уже появлялись либо в отдельных обзорах, либо в каких-то других видео, и я не очень понимаю, что вам про них рассказывать. Но так вышло, что в моей жизни приключилось нечто, что позволит мне познакомить вас со своими книжными полками, а конкретно вот с этим вот зеленым друганом. Это серия издательства Азбука, Азбука Классика, одна из самых моих любимых серий на самом деле, с точки зрения эстетики в том числе. Так уж вышло, что одна из самых первых книг в моей библиотеке, которые я купила себе сама самостоятельно, это «Сонеты Шекспира». Данное издание является билингвой, и в нем есть оригиналы текстов Шекспира, то есть на английском, на староанглийском языке есть подстрочный перевод, буквальный перевод стихотворений, и также собраны всяческие различные переводы уже мастодонтов литературы, что позволяет все-таки взглянуть на английский язык с точки зрения переводчика. Поэтому, да, эта серия для меня началась с сонетов Уильяма Шекспира. Помню до сих пор 144-й сонет наизусть на английском языке. Я зачем-то учила его на урок музыки, не помню уже точно зачем, но факт остается фактом. Да, дальше, наверное, пойдем снова чуть-чуть к переводу, обратимся. Нора Галь «Слово живое и мертвое» также я вам рассказывала про эту работу в отдельном ролике, но если вам лень его смотреть, то повторюсь. Нора Галь — это та женщина, которая сделала для русского языка и русской литературы, русской переводческой литературы, наверное, больше, чем кто-либо вообще, потому что, ну, во-первых, ее перевод «Маленького принца» — это такой канонический перевод, с которым каждый из вас наверняка знаком, потому что «Маленький принц», ну, чертовски у нас популярен. Также конкретно в этой книге Нора Галь обрисовывает очень простым и очень понятным, доступным языком, как нужно переводить книги, как нужно обращаться с первоисточником, дабы на русском языке он не потерял своей аутентичности, своей атмосферы, и уж тем более не были перевраны какие-нибудь мысли от самого автора. Чезаре Ламброзе — гений и помешательства, гениальности помешательства. Кто такой вообще Чезаре? Чезаре — это криминалист, это психиатр, и можно сказать, что практически всю свою жизнь он посвятил изучению безумия. С этой книгой я захотела ознакомиться после Мишели Фуко и его «Истории развития безумия» в классическую эпоху. Так уж вышло, что мне эта тема интересна. Кстати, обратите внимание, что эта книга уже в таком золотом оформлении. Есть тут небольшие подвохи, которые связаны с оформлением этой серии. Вы также увидите и красненькие уже книжки. Но нам же важна не обложка все-таки, да, хотя эстетика тоже играет свою роль. Хорошая история, если вам также интересно, как же человек становится безумным, как он это все использует для себя. Кто-то мне предлагал также обратить внимание на эту книгу, когда я снимала ролик про гениальности наркотики, вернее, про литературу наркотики. Я не думаю, что это как-то сильно связано, но все-таки привязать за какие-то кончики, хвосточки можно. И таким образом также использовать эту книгу для формирования собственных убеждений. «Милан Кундера и его искусство романа». В эту книжку, на обложке которой, кстати, использована работа Пикассо, также не могу не поблагодарить азбуку, что вот так вот упрощает она нам жизнь, сразу подписав, кто же участвовал в оформлении этой книги. И сюда вошли семь текстов «Милана Кундера». Они относительно независимы, то есть их не обязательно читать прям сразу, залпом, целиком. В этих текстах «Милан Кундера» пытается определить для себя некоторые правила написания романа, также обращается к своим вдохновителям. Тут есть тексты, связанные с Флабером, с Кавкой, так что если вдруг вы не поклонник «Милана Кундера», но вам все равно интересна философия написания текстов, философия и подоплека написания текстов, которые проходят сквозь историю и становятся культовыми, то, пожалуй, «Милан Кундера» может составить вам компанию, побыть таким своеобразным коучем. Еще немножко о переводе. Корней Иванович Чуковский, его «Высокое искусство», «Принципы художественного перевода». Также, если вам интересен перевод, если вы хотите связать с ним свою жизнь, если вам в целом хочется сильнее разбираться в текстах, в переводческих каких-то моментах, то эту книжку также обязательно прочитать. Тем более, она очень легко написана, с большим количеством примеров, так что вам будет легко и просто с нею знакомиться. «Трумэн Капот» и его «Завтрак у Тиффани». «Завтрак у Тиффани», честно скажу, мне больше нравится как экранизация. Книжка мне зашла не очень, она довольно-таки занудная, и конкретно у Капота мне больше нравится «Хладнокровное убийство», просто потому что мне нравятся книги про маньяков чуть-чуть. Кстати, да, про маньяков обязательно посмотрите видео «Ани Рейнбол Моу», посвященное Теду Банди. Итак, «Трумэн Капотта», также можете обратить внимание на фильм, который, по-моему, так и называется «Капотта». Там как раз нам рассказывают про тот период писательской жизни автора, когда он занимается сбором информации по тому самому хладнокровному убийству, когда в небольшом городке целая семья была просто жестоко убита. Итак, «Архан Памук», две книжки у меня, «Музей невинности» и «Имя мне красные». С Арханом Памуком мне захотелось познакомиться из-за больших восхвалений его обращения со словом. Я люблю изысканную словесность, меня она крайне близка, но, к сожалению, оказался не близок Архан Памук, потому что есть у меня такая идиотская черта, я не очень-то пока, видимо, выросла, не очень доросла своим серым веществом до литературы с такими восточными окрасами, с восточными подтекстами. И поэтому, к сожалению, Архан Памук мне не зашел, хотя со всеми своими фанатскими отношениями к слову, к использованию слова, к построению предложений, я принимаю всю его гениальность и значимость. Еще одна книга, которая была, наверное, второй в моей библиотеке азбуке классики, конкретно этой серии, это Уильям Блейк и его сборник стихотворений «Песни невинности и опыта». Также отмечу, что в этой книге тоже у нас билингва, у нас есть оригинал текста, ровно как и с Шекспиром. Почему Уильям Блейк? Потому что мне, когда я была еще совсем-совсем Чупендроном, очень сильно понравился фильм про Лару Крофт, и там большое значение отдавали Уильяму Блейку и к своеобразным таким Зак Снайдеровским его отсылкам к Библии. Поэтому мне стало интересно ознакомиться с ним. Когда я уже выросла, и Лара Крофт для меня стала вообще абсолютно как бы второстепенным персонажем, если не третьестепенным, если не пятистепенным, книга осталась, как и остались мои чувства к Уильяму Блейку. Его литература, его поэзия очень-очень-очень своеобразна, так что знакомясь с ней, будьте готовы к тому, что вы не найдете там бантиков, носочков, шапочек цветочков, но будет интересно, все равно будет интересно. Юрий Тынянов и его Кюхля. Роман Кюхля посвящен Кюхельбекеру, тому самому, про которого мы как-то обычно забываем, потому что Александр Сергеевич Пушкин затмил всех своих собратьев по Царскосельскому лицею, но Кюхля замечательный роман, я прочитала его буквально, вот, наверное, за две ночи, может быть, за два вечера. Революционное настроение, также 14 декабря 1825 года, и те события, которые тогда происходили, в которых принимал непосредственное участие Кюхельбекер, потрясающе. Мне очень нравится Тынянов, кстати, у него есть еще работа по Грибоедову, также можете с нею ознакомиться. Я вообще, кстати, очень сильно люблю книги, в которых у нас главными персонажами выступают писатели. Отсюда моя любовь к романтизированной биографии Андре Мороа про Байрона, говоря вообще про писателей, про любимых писателей. Все жду, когда появится хоть какая-нибудь хорошая книга про Набокова, именно художественная книга. Я бы с удовольствием почитала, попридиралась. Мы не берем сейчас в счет Пола Рассела и его роман... Простите. И его роман про Сергея Набокова. Но, раз я заговорила про Набокова, пришло все-таки время объявить для вас конкурс. Конкурс мы проводим совместно с издательством Азбука Атикус, и вы можете выиграть один из трех наборов книг Владимира Владимировича. Прямо сейчас вы видите их здесь, рядом со мною, на экране. Все, что вам нужно сделать, чтобы получить один из этих наборов, это, во-первых, подписаться на группу Азбуки во Вконтакте, я оставляю вам ссылку в описании, оставить в комментариях под этим, конкретно этим видео, свой вконтактовский ID, чтобы я могла проверить все условия и также связаться с вами в случае вашей победы, и также написать в этом же комментарии, почему вам необходим Набоков, почему вам хочется получить эти книги, почему вам хочется познакомиться с автором, если вы никогда его еще не изучали. И все, 27 мая я подведу итоги, и имена победителей закреплю в своей группе Вконтакте, так что все условия еще раз продублирую вам в описании под этим роликом, участвуйте, я надеюсь, кому-нибудь из вас особенно повезет. И говоря о Набокове, Обродском, как бы ниже всего у меня стоит мое собрание книжек Азбуки Атикус, конкретно про этих ребят. Я не буду особенно заострять на них внимание, Лолиту мы с вами разбирали в отдельном ролике про Аду, тут, кстати, перевод Сергея и Лина, я снимала отдельное видео, Защита Лужина, также один из моих любимых романов Владимира Владимировича, если, кстати, вам интересно, с чего же начать знакомство с этим автором, имейте в виду, есть отдельный ролик, также вы найдете все необходимые ссылки в описании. Так, снова Набоков, тут у нас изобретение вальса и другие его небольшие пьесы и рассказы, другие берега One Love, снова Набоков, Набоков, тут у нас лекции по русской и зарубежной литературе, также рекомендую вам ознакомиться с этими книгами, если вдруг вам становится интересно, почему же я такая зануда, или вам хочется в целом научиться разбирать литературу и читать ее с точки зрения автора, а не представляя себя каким-нибудь из героев какого-либо романа. Дар с аглидатой и приглашение на казнь, где-то у меня было, где-то, наверное, оно там, Истинная жизнь Себасина Найта в переводе Геннадия Бараптарла, один из моих любимых переводов, особенное внимание я бы хотела привлечь к письму, которое, которое для меня, ну, не знаю, я его очень сильно люблю. Это все поэзия, я тебе лгу, трусливо лгу, увиливаю, ничего нет презрения поэтических вокруг да около. Обязательно почитайте Истинную жизнь Себастья Найта. И также собрание книжек со стихами Иосифа Александровича Бродского. Думаю, по корешкам вы сразу можете видеть, какая из этих книг зачитывалась до дыр. Это письма римскому другу, а все потому, что конкретно в этом сборнике мои самые любимые стихи Иосифа Александровича, как видите, тут даже закладочки на избранных местах. Что касается любимых стихов Иосифа Бродского, давайте-ка, кстати, у него же скоро день рождения, поэтому также пишите, поддерживайте этот ролик лайком, если хотите видеть отдельное видео, посвященное уже непосредственно Бродскому. Я знаю, что многие из вас хотят с ним познакомиться, но тоже пока не очень понимают, с чего бы начать. Давайте поговорим также про Джойса. Улисс, это уже третье издание Улиса, которое у меня есть. Улисс в оригинале, Улисс в большом, крупном, толстом издании, раз и больше всего затискиваю, но вот маленькие я брала для того, чтобы не терять связь с Джойсом, когда я куда-либо езжу и путешествую. Также, опять-таки, да, кстати, если этот ролик соберет, давайте, 5000 лайков, я сниму отдельный, очень занудный, очень муторный, но все-таки интересный, прекрасный и познавательный ролик про Улиса Джеймса Джойса. Также из Джойса у меня тут дублинцы в этом издании, дублинцы замечательная история, которая просто пропитана своеобразным ирландским духом, если вы, например, пока боитесь браться за Улиса, то попробуйте начать с дублинцев или с портрета художника в юности, говорят, что как-то полегче воспринимается, я не могу наверняка за это ручаться, потому что я все-таки начала знакомство с Джойсом с Улиса. Что еще у нас тут? Еще у нас тут Диккенс, тайна Эдвина Друда, тоже рассказывала про эту книжку, вам уже последний незаконченный роман Чарльза Диккенса, люди до сих пор гадают, что же там за тайна, кто же все-таки убийца, поэтому читайте, делайте свои выводы, все очень даже интересно. Еще одна из книжек этой серии, которая была куплена мной одной из первых, Томас де Квинси и исповедь англичанина, употребляющего опиум. По сути дела, Томас де Квинси описал свой собственный опыт. Это автор, живший на рубеже 18-19 веков, и да, он употреблял опиум и описал свой опыт в такой вот небольшой тоненькой книжечке. Если вам интересны подобные темы, связанные с наркотиком, то обратите внимание. Также Кристиан Вольф и размышления о Кристи Те читал ее 300 лет тому назад, купил ее в Букинисте за какие-то просто копеечные гроши за 30 рублей, представляете, и совершенно даже не помню уже, честно, о чем эта книга. Мне стыдно, но я не помню и не буду заострять на ней свое внимание. Достоевские записки из подполья, книга купленная просто для того, чтобы было, потому что в основном все-таки с Достоевским я общалась с помощью его собрания сочинений, но эту книжку тоже за 55 рублей взяла просто для коллекции, и тем более записки из подполья, одна из моих более-менее любимых работ Федора Михайловича, она не входит в мою тройку самых любимых его романов, произведений, но все-таки пускай будет. Осталось совсем немного книжек, поэтому мы, наверное, ускоримся, дабы не затягивать. Оскар Уайлд и его письма. Да, очень многие спрашивают у меня, и это опять-таки не какой-то там маркетинговый ход, действительно, почему-то очень многие спрашивают, как мне портрет Дориана Грея, этого автора, книга хорошая, на самом деле мне она чертовски нравится, одно время я даже могла назвать себя поклонницей Оскара Уайлда, но несколько переросла его эксцентричность. Его письма мне показались наиболее интересными, потому что они раскрывают нам этого автора не то, чтобы с другой стороны, но позволяют как-то полнее понять его, наверное, так. Николай Гумилев и его шестое чувство, один из моих любимцев на поэтическом поприще Серебряного века и вообще считаю их с Ахматовой одной из самых лучших пар, да, именно их, а не Зинаиду и Мережковского. Бунин Окаянные дни. Не очень люблю Бунина, накладывается на это его отношение с Набоковым, но так уж вышло, что у меня есть этот экземпляр, я его читала, с ним ознакомилась, не очень все-таки люблю Бунина, хотя и принимаю его классичность, как и любого классика, извините меня за тавтологию, но да. Человек, который смеется Виктора Гюго, один из моих любимых романов Виктора после Собора Парижской Богоматери, по-моему, также вам рассказывала уже, ну, про эту книгу точно, про Собор не помню, но Собор Парижской Богоматери я перечитывала, наверное, раз пять, очень его люблю, а Человек, который смеется для меня один из культовых романов, один из самых главных романов, который в свое время также позволил мне несколько иначе взглянуть на французскую литературу вместе, кстати, с госпожой Бавари Флабером. Михаил Пыляев «Оригиналы и чудаки», также интересненькая книжка, которую я купила за 30 рублей в Букинисте, очень много этой серии куплено мною просто в каких-то развалах, и в целом книга смешная, забавная, местами, конечно, грустненькая, но все-таки нет места быть. Зюскин, сейчас, вот так, Зюскинт и его «Контрабас». Очень тоненькая книжка, очень маленькая книжка. Я ее купила перед походом на моноспектакль Константина Хабенского. Что хочу сказать, спектакль мне понравился больше, чем само произведение, но все-таки книга помогла понять саму постановку, помогла понять лучше театральность всего показушного этого. Анатолий Мариенгоф и его роман «Без вранья». Не люблю Анатолия Мариенгофа, но этим романом заинтересовалась только из-за Сергея Александровича Есенина. В романе «Без вранья» Мариенгоф описывает их так называемую дружбу, их отношения, поэтому, если вам тоже интересен не сколько Мариенгоф, сколько Сергей Александрович, то обязательно почитайте Ильф, Петров, «12 стульев». Я эту книгу читала не в этом варианте, и в этом экземпляре этот покупала для мужа, когда он испытал потребность перечитать сие творения. Что касается «12 стульев», классно, хорошо, но, к сожалению, опять-таки, экранизация с Андреем Мироновым мне гораздо более симпатична. Так, две книжки, о которых я вам скользь рассказывала, по-моему, в своей читательской истории «Глаза мертвецов», антология ирландских рассказов о привидениях и английские рассказы о привидениях «Карета призрак». Я люблю истории про привидения. Я во все это сверхъестественное не верю, но все-таки мне интересно было их читать, к тому же они помогли мне сдать экзамен по зарубежной литературе в свое время, пощекотать себе нервы, имейте в виду, по-моему, еще одна или даже не одна книга тоже с историями о привидениях, мистические, дом и кладбище и вообще все-все-все также в этой серии имеется. Поле Верлен и его исповедь. Это проза поэта-поэтов. Поле Верлен, нет, я заинтересовалась и мне после фильма «Полное затмение» с Леонардо Ди Каприо, мне в целом был интересен этот поэт, но особенно все-таки мне понравилась его проза. Здесь, кроме «Исповеди моей тюрьмы», «Моей больницы», «Больничные хроники», также в продолжении тем, которые Мишель Фуко поднимает в своих текстах, в своей философии, мне было это интересно прочитать, очень даже довольна. Не жалею, что купила ее тоже за 30 рублей в Букинисте. «Анорде Бальзак и его шагренивая кожа». Вот эту книгу, к сожалению, никто пока так и не смог экранизировать так, чтобы я сказала «Да, книга хуже». Мне это чертовски нравится, что касается шагренивой кожи и мыслей, которые в себе этот роман несет. Он несколько продолжает темы портрета Дориана Грея, так что, если вам понравился портрет Дориана Грея, обязательно почитайте еще и «Шагренивую кожу». Я думаю, вы не расстроитесь потраченным на эту работу временем. «Тэффи и ее тонкие письма». Сюда также входит несколько рассказов Надежды Тэффи. Надежду Тэффи я очень сильно люблю, как-то про нее вам уже рассказывала. Люблю ее, иронию, люблю ее сарказм, люблю то, как она использует слово, то, как она составляет из него конструкции своих текстов. Так что, это один из лучших образчиков русской словесности. И, знаете, для меня почему-то Надежды Тэффи где-то в один ряд с Мариной Цветаевой стоит, поэтому я вам также хочу очень порекомендовать ее книгу, если вам вдруг как бы мои рекомендации действительно для вас что-то значат. Кен Кизи пролетает над гнездом кукушки. Затисканная просто до дыр книжечка, склеенная несколько раз уже, потому что я очень люблю этот роман. Но, что касается романа и экранизации, да, раз мы стали говорить затрагивать экранизацию, в том числе, хочу вам сказать, что это две разные вещи абсолютно, хотя технически, идейно, технически они похожи, а вот идейно совершенно нет, потому что концовки двух этих произведений художественного олицетворения романа в фильме и в книге абсолютно разные, так что, если вдруг вам нравится фильм, почитайте, возможно, вы как-то иначе взглянете на кинокартину, взглянете на кинокартину, простите, я уже заговариваюсь. Милан Кундера, опять-таки, его бессмертие, «Бессмертие» мне нравится больше, чем «Невыносимая легкость бытия», более, ну что ли, трепетный, более трепетный текст, наверное, я так скажу. Милорат Павич. Павича очень сильно люблю, мое знакомство с ним началось с его эротических рассказов в другом издании, правда, здесь же у меня страшные любовные истории, последняя любовь в Константинополе, это тот магический реализм, каким он должен быть. Люблю магический реализм, но когда он не такой безумно пелевенский, а очень продуманный, очень выработанный, так что, да, Милорат Павич один из немногих представителей магического реализма, которого я бы могла отметить. Генрик Ипсон и его привидения здесь, в этом сборнике также несколько его пьес, купила, честно скажу, тупо из-за привидений в продолжении всех английских и ирландских историй о призраках, несколько разочаровалась, все-таки пьесы это не мое, я не очень сильно люблю их, но что есть, то есть. И Фридрих Ницше «По ту сторону добра и зла». Ницше стал продолжателем для меня увлеченности моей немецкой философии, конкретно Шопенгауэром, поэтому нельзя было не познакомиться и с Ницше. Эту книгу я купила, наверное, наверное, даже не скажу вам, или скажу, да, лет в 20, наверное, да, наверное, лет в 20 я ее купила, она у меня вся исчеркана, вся исписана какими-то своими заметками, наблюдениями. Фридрих Ницше мне, конечно, симпатичен, особенно симпатична его история безумства с точки зрения анализа, да, опять-таки, человеческого восприятия, человеческого страдания, человеческого изменения, которое происходит ввиду определенных катарсисов, поэтому Ницше тоже one love. Наверное, все-таки стоит, может быть, поснимать отдельные ролики про философов, про философию, совсем скоро расскажу вам про страсти Мишеля Фуко Миллера, одна из лучших биографий, которые я читала, но ее нельзя назвать биографией, сам автор ее называет интеллектуальной биографией, потому что параллельно с жизненным циклом Мишеля Фуко он рассказывает также про его интеллектуальное становление, да, как менялись какие-то его взгляды, как они утрировались, в общем, не буду сейчас забивать вам этим голову, просто, просто следите за обновлениями на канале, если вам вдруг это интересно. На этом у меня все, стопки разобраны, нужно сейчас расставить все это, наверное, по алфавиту, потому что так правильно, они и так стояли по алфавиту, просто что-то вытягивается, что-то вставляется на ближайшее удобное место, так что никакой конструкции у меня нет, я расставляю книги так, как мне хочется, так, чтобы было поближе то, что я чаще использую и наоборот. Вот, участвуйте в конкурсе нашим с азбукой, напоминаю вам, что есть шанс выиграть у каждого. Что еще хочу сказать? Еще хочу сказать вам, что смотрите те ролики, которые вы не смотрели, я не прошу вас подписываться на мой канал, мне это не нужно, но самое главное, чтобы мы с вами читали вместе. Вот. Так.